БТС Для того, чтобы представить этих прекрасных господ, если вдруг вы с ними не знакомы. Удивительная, кстати, была бы ситуация, если бы у нас на трансляции были люди, которые вас не знают. Бывает такое, что вы заходите в чат Твича и видите, что кто-то из сидящих в аналитике, которые делают это достаточно регулярно, оказываются неизвестными для людей. Бывает? Лил Сори, например. Лил Сори, да. Ну вот это один из таких случаев. Но он не сотрудник Рухаба. Да нет, ну типа все наши зрители уже здесь очень давно и уже хорошо знают. Но Марку Авербуху это не мешает нас путать. Это было давно. Но суть осталось та же самая. Пять лет назад. А на болевшем Митяйка всегда. Да нет, нет. Видел вчера, помахал, он мне то, что ответил. Нормально. За ровмайл сказал. Я сегодня пытался выяснить очень важную информацию у него, почему. Вообще, это для меня сейчас самая главная информация. У нас вроде тут другой турнир, да. Но информация, почему ВПП не позвали на один турнир, который скоро стартует после как раз-таки БТС, мне не дает покоя. Но я ничего не смог выяснить, к сожалению. Потому что те, кто знают, сказали, что не скажем. А те, кто могут сказать, не знают. Да, есть какой-нибудь Несс наверняка, да, с которым ты вчера подкаст записывал. Он говорит, ну я знаю, но, конечно, он сказал, что ВП не в обижены. Там, да, это во-первых. А во-вторых, у нас был даже момент, что мы же как, мы сидели, обсуждали, что этот слот открыт. И, скорее всего, достанется ВП. И прямо во время подкаста... Выправляем Сайбер Легаси. Я обновил страницу, сказала, что случилась какая-то магия, чудо в Сайбер Легаси. Да, это стало неожиданным. Но я, на самом деле, очень рад за то, что Матголемс прошли на квалификацию. И, собственно, они вот у нас на турнире выступают. И как бы они продолжают разогреваться, наращивать темп свой, не знаю, там, синергию. Потому что у них хороший период сейчас. Файвмэна тоже прошли, а не, Файвмэна вообще пригласили. Но Файвмен как раз-таки вот их пригласили. Но я думаю, что у них будет все не очень здорово. А у нас на турнире... Они вообще еще есть? Нет. Хороший вопрос, да. Закончили вчера. Вчерашний денек, да, скипнул. Вот, пожалуйста, уже и файвменов нет. А Матголемс, да, Матголемс молодцы. И я думаю, что без проблем они должны выигрывать этот турнир. К сожалению, для всех остальных. Ну, Нипы, может быть, викинги. Если вот викинги воспряли, мы сегодня увидим как раз-таки. Ну, будет заметно по игре, они пришли в себя или нет. Ну, а на тему вчерашнего дня у нас вот есть с тобой Митяй, который, как всегда, в режиме альтруиста на всех трех сериях вчера отработал. Результаты прошедших матчей и плей-офф стадии, друзья, у вас на экранах. Да нет, все, я понял. Я даже это где-то видел вчера. Я даже включал, я просто забыл моментально, потому что такой результат не откладывается в голове. Викинги победили файвмен. А разве могло быть иначе? Хан и Хан переиграли Ашеров. Вот тут могло быть иначе, но там такая серия была прямо как надо. Да? Если что и смотреть, то это ее. Слушай, а меня нет. Меня, если что-то и удивляет в результатах прошедших дней игровых, то это то, что Ханы смогли таки отжать одну карту у големов. Ну, там такая интересная ситуация случилась с перефармом и всем прочим. И, короче говоря, на тоником сыграли. Ну, потом все, ребята из Матголемов наверстали в следующей карте. Ну, а победа Ханов на Дашер, честно, она не выглядит удивительно. То есть, Хэлл Рейзерс такая команда, которая уже понимает, что в таком составе играть, скорее всего, не будет. Типа да, но вчера вернулся Никс, они играли с Александром Ужеевленом. Да, и вот как раз-таки на фоне того, что он вернулся, типа у них снова Никс, Ксани, Фанник. То есть, видишь, все, у тебя уже все готово, твой костяк. А кто у них? 4-5, так же, как и раньше? Да, те же остались, что играли до этого. То есть, Лил на четверочке и на пятерочке, сейчас тебе скажу. Этот, Нон Грата. Нет, первую карту Нон Грата, а вторую Нон Фир. Нон Фир, о как, Стэн Динниел. Слушай, это интересно, это в итоге может быть... Потому что я вчера смотрел, у Ашеров тоже два слота пустые на ESL, а они тоже, по-моему, приглашены прямым инвайтом были вместе с Five Men, так что мы можем увидеть Лилу и там, и это для него... Ну, в принципе, на месте Лилу, конечно, он бы хотел, наверное, поиграть в ВПП, потому что там получилось лучше, но с другой стороны, вернувшийся Никс... Как бы вот Никс возвращается, и к кому он возвращается? К Сане, который реально круто играл, к Лилу, который очень хорошо сейчас себя показал, и к Сане, ну, ой, и Никс должен такой, так, ну, ребятки, и сам соскучился по доте. Есть с чем работать. Да, вот, ну, к сожалению, этот турнир они покинули, но с другой стороны, это Ханы. Они такие нестабильные в хорошем смысле слова, у них есть уровень, ниже которого они не опускались на этом турнире, но периодически им удавалось выстреливать и переигрывать, ну, довольно сильные коллективы, отжимать у них по карте. К сожалению, в формате Best of 2 отжать карту — это круто. В формате Best of 3 отжать карту — это ничего, потому что, ну, неважно, 2-1 или 2-0. Фух, ну здесь что? Здесь суперявные... Вот, кстати говоря, возможно, работает такая карма Энесса. Он на позапрошлом подкасте захейтил Баранижу так сильно, что просто, ну... Что выиграл вчера все свои линии. Напомню, у него было хоть одно основание это делать? Ну, было, потому что Баранижа играл до этого, и играл... Ну, честно сказать, у меня вот тоже такое впечатление, ну, Баранижа, ну, так себе игрок. Ну, то есть он как-то играет, но сейчас... Окей, давай перефразирую. Актуальные основания. Ну, вот по тому, что он видел... Нет, актуальных оснований не было практически ни у кого на тот момент, потому что на тот момент Матгольм сыграли буквально пару игр. То, что Баранижа выиграет МИД не только в тех пару играх, но и во всех практически следующих, и будет очень сильно смотреться. Ну, и еще он сказал, что Скиттер — это бивер. Прекрасно. Ну, это знаешь, как... Кстати, по поводу Скиттера, вот вчерашнее поражение в карте против Хана — это храдский заслуга Скиттера. Ну, он реально бивер в плохом смысле этого слова. То есть он... Если говорить бивер не как никнейм, а как какой-то шаблон плохой игры, у нас была же игра, где пришел... Найн пришел? Да, было дело. И он развалил на антимаге, а на следующую игру пришел Скиттер, и они выиграли, но Митяй на следующий день даже не вспомнил, что они выиграли, потому что как будто бы они проигрывали. И так играли, что просто забей. Я, знаешь, тебе все плохое пытаюсь по-быстрому из ваших куда-нибудь убрать. Но в целом, опять же, вот, как бы, если Барани же 33-е и Фата будут играть хорошо, Милан такой, ну, достаточно высокого уровня игрок. Да, может быть, не топ, но все равно. То есть у этой команды есть определенный потенциал. Ну, скажем так, на топ-8 в топовом турнире Европы они рассчитывать могут. Европа плюс СНГ. А топ-8 — это не так уж и плохо. Это реально не так уж и плохо. Но я думаю, что при самых лучших раскладах они могут даже войти в пятерку. Вполне себе, да. Но это вообще светлое пятно турнира БТС. То есть если все остальные вещи, они либо нас не удивляют, либо удивляют в негативном ключе, как, например, выступление викингов в последнее время. У них там был коротенький такой стрик из восьми подряд проигранных карт. То появились Матголемс, от которых мы не ждали ничего, кроме того, что нам могло послужить поводом. Ну, кроме того, что мы видели состав, и это было поводом для хоть какой-то уверенности, что у этих ребят что-то сложится. В итоге складывается, и они отличные. Просто напомните мне, в рамках первого сезона Мегалиги Имморталы после группы две же команды, получается, уехали... По домам. Ну, не по домам этот, в Дивайн. И получается, в восемь команд осталось плоть. По-моему, четыре команды отправлялись в Дивайн. Две упали в верхний в первый раунд, а две упали во второй. Ну да, мне кажется, и осталось в восемь команд. Ну, в итоге, да. И просто в рамках тех восьми команд, которые типа остались, Матголемы и тех же викингов переиграли, например. То есть они, может быть, даже выше поднимались бы. Да, скорее всего. Но как бы то ни было, друзья, викинги во второй серии сегодня нас своей игрой будем надеяться, что порадуют. И сейчас у нас финал верхней сетки. Бест оф три серии. Команда, которая выигрывает, идет в гранд-финал БТС, о которой мы уже завтра будем с вами смотреть. Команда, которая терпит поражение, падает в финал нижней сетки, где ждет своего соперника, который определится в рамках предстоящей Бест оф три серии. Обо всем будем по порядку говорить. Драфты первой карты уже минут четыре у нас с вами на экранах. И здесь, я вот не знаю, неделю на турнире на этом не работал, потому что была пауза, а потом пару дней АФК. Мы Мирану все еще хейтим, когда она у нас в первом стадии появляется. Смотри, есть две опции, когда мы потом не сильно хейтим. Первая, это когда берется против инчи, потому что, наверное, к линии прям слишком хорошо получается. То есть герой, который силен тем, что скрипом тебя разваливает, здесь скрипом тебя не разваливает, потому что ты его застреливаешь. И второй момент, это то, что многие берут ее сейчас на позицию, не многие, но некоторые берут на позицию три или два. На кор позиции типа тоже смотрится вроде как неплохо. То есть, знаешь, не мэйби, но тоже неплохо. То есть вчера у нас там была третья позиция Патмана. Отлично бахала, была очень полезная. Против Лундруида вот та самая катка. Кому я рассказываю, потому что вы же не работали. Короче, вчера хорошая была серия против файфменов первого Викингов. Или вторая, первая, наверное. Ну, здесь сразу забанен Абадон и Бестмастер, которые могли бы, во-первых, остановить лайфстилера, а во-вторых, Абадон мог бы снимать дизейблы Мираны. Ее стрелы. Ну и в целом, лайфстилер это заявка на то, что... Это такой герой, которому вначале, если чуть-чуть помочь, то против огромного количества оффлейнеров он может потом остаться один. Как часто играют, например, Сикрет. Сикрет приходит, у них Матумба, ему отдают ФБ или просто дают пофармить 2-3 минуты, после чего Купей уходит заниматься стаками, гангать другие линии. Все, что угодно делать, играют фактически в два суппорта, которые бегают то на мид, то, соответственно, на сложную линию. А Матумбу никто не трогает, и, как правило, от него уходит даже оффлейнер. Потому что лайфстилер очень неприятный герой и очень тяжело убиваемый. То есть даже если найдется оффлейнер, который против него постоит, он вряд ли сможет его прогнать. Вэйр, это что? Ну, я думаю, что позиция 4, скорее всего. По поводу ластилера, важный момент. Это первый банк, который сделали НИПы. Видишь, Вайда, который убрали. А за многое время игр здесь на БТСе самые два часа пекаемых героя для скитера — это ластилер и Войт. И они все время не парятся, открывают его буквально в первой стадии, и типа у них все ок. Вот с этим парнем надо браться. Все так, да, довольно простая будет игра для них. Ну, короче, вот. И поэтому они взяли ластилера. Типа ты там берешь инчу, закрываешь ее подмой, типа все понятно, все нормально. И первая ошибка — это что они забанили бабку, потому что они вряд ли будут собрать бабку без Вайда. Ну, так получается. Типа Феникс у нас в пуле остался. Видишь, все эти герои просто перестали разбирать. Хотя, возможно, сейчас Феникс появится. И вторая ошибка от Монгольма, что они забанили Абадона. Вчера сам 33-я игра против ластилера. Ему дали Абадон, он купил в первом стаду МВГ, простоял свою линию. Причем там был лайнап ластилер Шадоу Демон. Он не качал пассивку, чтобы на Шадоу Демон типа не делать срабши, не кидал на него его же мичи и не сайленсил. Да, это, кстати, именно 33-й, насколько я помню, был одним из первых, кто, в принципе, так сделал. Тогда это было то ли против Шадоу Демона тоже, вот как Митя говорит, то ли против Террор Блейда, когда он еще и рефлекшн не снимался щитком. Ну типа того, вот, и, короче говоря, поставил линию, там купил ВГ, купил Владмир, купил себе Даггер и развалил всю карту на Абадоне. Но это он, и он в команде с ластилером, поэтому не нужно его банить. Противник этим не играет, они так не умеют. Зато противник берет БХ. Я за последние месяцы помню только одного БХ. Не помню от кого, но помню, что у него не получилось ничего. Всего одного? Это была, я вспомнил, что это была за игра. Это была игра, в которой там разрыв по фрагам был что-то 42 против двух, и вот два фрага было у той команды, у которой был БХ в пике. Просто FFM далеко не одну игру проиграли, в рамках даже этой лиги, да, этого турнира. Ну, значит, меня вселенная провела мимо этих великолепных событий. Потому что все БХ, которых мы видели, за последнее время вообще не выигрывают. Мы вчера уже обсуждали БХ про то, что, или позавчера, вот с Майлом сидели, и Кристалл Мэйм, и как раз-таки, ну, значит, позавчера. И вспоминали о том, что еще во время парижского мажора, МДЛ, Зай играл на БХ, всех развалил, пупея спрашивает, чем как, и он говорил, что героя тупо не хватает. С тех пор не сильно его поменяли. Да, он раньше был такой момент у БХ, что он, являясь таким бесполезным, как и сейчас, он в какой-то момент мог накидать треков, и за одну драку заработать столько, что все, там, ментальная экономика. А сейчас даже трек-килы, они не дают так много. Причем... Даже не так, они дают много, но БХ, что не делает его полезным. Да, они вот не дают именно команде, это во-первых, раньше не давали команде, а во-вторых, в принципе, киллы дают много. То есть, ну да, за трек-килл ты получишь чуть больше, но штука в том, что с Баунти Хантером ты не делаешь фраги, как правило. Если ты доминируешь, да, БХ постоянно кидает треки, всех видно, но, по сути дела, если ты доминируешь, и у тебя Земелья, или Леон раскачанный, или любой... Спирит Брекер, я не знаю. Любой абсолютный герой, да. Но, если ты проигрываешь, то раскачанный Леон может где-то соперника подхексить, подстанет нескольких героев, Спирит Брекер пробежать, Земелья хорошо ворваться, дать магнита из кучи урона, а Баунти Хантер не может буквально ничего, и он совершенно не держит при этом магический урон, которого здесь уже достаточно. Поэтому, к сожалению, применение Баунти Хантера пока мы не видим. И посмотрим, как это сделают, конечно, Нипы. А, у нас был один неплохой, одна неплохая игра. Там такая ситуация получилась, что вот как раз был Лайфстиллер, и Баунти Хантер приходил, он постоянно тыкал этого Лайфстиллера, воровал у него деньги, но там, в принципе, получилась такая игра, где это наносило как бы уже по полумертвому оппоненту решающий удар. Ну, кстати говоря, тут цемка. Мне кажется, это первый герой, который, да, может попасться под БХ и подарить ему денег. Возможно. Просто легко же. Буквально на днях играли Сикрет и выиграли, очевидно. И на фоне того, что перед этим у нас долго не было Сикера, приехали Сикерты, взяли Сикера, все стали играть Сикером, возможно, как раз-таки они вот показали, что и как надо делать, и сейчас все такие, типа, а реально герой рабочий, мы просто были тупы. Ну, со Штормом, конечно, свой Спирит, может сработать круто. Со всеми может сработать круто, просто, опять же, вопрос о том, как это будет реализовано. Но, опять же, по идее, это все еще неплохой герой, потому что это Дизейбл, который, в том числе, убивает криппа Инчи, гарантированно, то есть, типа, любого просто предморозил, и все, сидишь, кайфуешь. Хотя бы Кристал Мэйден, во-первых, она может выдать много урона, даже просто новый по пятерым попадает, это уже много урона, больше, чем Баунти Хантер. Во-вторых, если ей не сбить ультимейт, она будет стоять кастовать, она может убить всю вражескую команду. БХ даже в теории не может сделать что-то такое, что убьет... Ну, вот что они здесь... Герои, однако, прикольные. Они взяли, в итоге, оффлейн, да, БХ. Ну... Тут непонятно, на самом деле. На это напишут, на их могиле. Плохо. Тридцать третий, да, наводит спирить, и четверочка Патма. Ну, в общем, все по стандарту, плюс-минус для себя по драфтерам от Голема. Нипы тоже понятно, кто куда идет, кто что делает, вопрос только в том, как это все исполнит. Ну, вообще... Вот, извини, что перебиваю, по простому, вот, какому-то, вот, стандартному замесу, просто Шторма нечем ловить. Просто эти Штормы всех убивают. Я соглашусь, мне не нравится Баунти Хантер, Шторм всех убивает, но, если каким-то образом Нипы доживут до Лейта, то раскачанные Морфы Макака, они, наверное, убьют и Лайфстиллера, и Штормап. Потому что на Штормап всегда можно купить артефакт, а Морфы Макака сильнее Лайфстиллера, определенно. Ну, вот, вопрос в том, чтобы дожить до Лейта, Нипам. Но я думаю, что это будет тяжело. Да, ответ на этот вопрос, друзья, мы получим вот уже буквально через минуту. Слово нашим комментаторам, для вас работают Лайт оф Хевен и Эритель. Есть то два героя, у которых такая аура хейта существует. Это ЦМка, про которую вечно слышно то, что она в Доту не выигрывает. Ну, не считая Сикретов, но Сикрет — это ладно. И Баунти Хантер такой же, чья аура окажется сильнее. Надо посчитать. Давай так, до БКБ-щик ЦМочка, на БКБ-щиках Баунти Хантер, на 5-секундных БКБ-щиках ЦМочка. Так пойдет? Ну, пускай будет так. Ну, мидгейм для ЦМки мертвый. Но здесь не одна ЦМка воюет, она будет давать ману. Ну, ЦМка, да, она такая... Пассивная базилка, да. Да, ну, хорошая базилка. Я не знаю, почему люди против пассивной базилки. Что там такого? Вот если часто умирать, то базилки у тебя не будет. У тебя будет в таверне эта базилка сидеть. А если берешь кубик и в лесочек, и не выходишь оттуда? Вот, да, я помню, что когда-то давно эти стратегии были в ходу. Я помню, даже какие-то гайды видела по тому, как на ЦМке фармить лес и с МИДа потом идти разваливать всех. И я даже по этим гайдам, помню, выигрывала когда-то лет 10 назад. Скажу больше, некоторые люди в Рухабе 8К брали по этим гайдам. О, это круто. Ну вот, и тут у нас такая ситуация, что ЦМка с тех пор заметно медленнее бегать стала. Я помню, что последний патч, в котором ее хоть как-то бафали, это ей как раз-таки чуть-чуть муспиды накинули. И это как бы чуть-чуть решило эту проблему. Насколько фатально, не знаю. Лично я на ЦМке уже давненько не играла. И вот ощутить на себе, не знаю, не смогла конкретно этот импакт от такого бафа. Ну, если мана зайдет хорошо, то вот спирит со штормом будут рады, потому что они действительно могут в первой половине игры хорошенько полетать. И если противники не успеют собрать БКБшечки, Эбиселлы, то, естественно, они здесь вдвоем способны быть полкомандой. Да, здесь много манозависимых персонажей, таких из коров конкретно, 33-й, который будет исполнять на Войтспирите. Последнее время мы все-таки его чаще на миде видели, вот на троечке, наконец-то он залетел спустя такой перерыв. А вот Манкикинг вообще редкий гость. Раньше его частенько брали против толстых коров, таких на мотив лайфстилера. А теперь вот он был забыт далеко и надолго, и наконец-то его вытащили откуда-то там из какого-то темного угла. Да, король Лейта. Лучшие модификаторы. Одни из лучших модификаторов в игре, что-то на уровне Фантомки. Бландло Страйк с Критикл Страйком, который больше 100%, Вампиризм больше 50%. Если этот герой одевается, то он тут в 1х5 легко. Однако одеться ему будет очень трудно, потому что герои, ну вот кроме лайфстилера, они супер неприятные. Ну и пик такой жадный довольно получился суммарно, и морфа надо как-то накачать, и то же самое должен и Манкикинг делать, так что будем надеяться, что кто-то из них на линии что-то такое вкусное поест, чтобы можно было в крипов не убиваться. Ну что, игра тут у нас пока начинается. Брони на своем любимом Шторм Спирите. Уж не знаю, как у него в этот раз пойдет, у него что-то как-то через полосица. Это очень хороший мид на Шторме конкретно, это очень плохой. Здесь у него линия не самая простая, точковать его будут сильно. Под Ремната подставляться в Суприме не будет. С Регенчиком у него тоже будет все в порядке, а вот брони будет получать по голове регулярно. Ну, с морфом сложновато, из-за того, что его сложно ловить на Ремнант. Если, например, в мид приходит милищник на уровне Эмбер Спирита или Эмбер Спирита, то можно хорошенько продамажить Ремнантом. А здесь морф стоит далеко, брони у него очень много, потому что он обычно полностью перекачан. Конкретно вот его хорошенько похористить Ремнантом не получается. Ну да, вот видим то, что сейчас, в принципе, он тут будет дожидаться своей пачки под табором и спокойно ее зафармит, а брони при попытке его поточковать будет просто в полнейшем фиаско. То есть, безусловно, Шторм-то вынесет много, как он обычно и выносит, потому что у него почему-то 6 брони, как у Интервика с ТЛК, у него и урона много, у него всего очень много, но, естественно, если они просто будут фармить Интерсы и Бутераны, то Шторм-морфу в Лейте ничего не сделает. Ну вот будем смотреть. Пока тут все довольно спокойно начинается, тоже никаких передвижений по других линиям не наблюдается. Ну и будем ждать, где тут какой-то экшен можно будет завязать. Вообще интересно, как БХ на тройке себя будет проявлять, чем он будет заниматься, что он будет собирать. Последнее, что мне вспоминалось, это были БХ какие-то с грифсами и прочее, потому что я, как и Крупнов, как-то удачно задоджила эти катки, которые не послевали с Баунти Хантером конкретно на БТСе. Так. И вот интересно, что он здесь теперь уже собирает в их исполнении. Ну, он здесь вообще... Ну, Владмирс какой-нибудь, наверное, там же это все. Потому что у него команда, которая хочет фармить, а именно Морф и МК. И делать фраги с этими героями крайне сложно. Ну, в данном случае, как бы, одному герою хочется бегать по КД убивать, поэтому он любит темп, а другие герои хотят фармить. И это может быть еще одна катка, где Баунти Хантер будет бегать, там, иметь что-то из серии 2 кила или 2 ассиста за 40 минут игры, как это было в матче 5-мен против, я не помню, кого. По-моему, Flight of Moon. Ну, тут немного углы может сгладить наличие ВР-ки, потому что она, как правило, на четверке все равно пытается выйти в Дживилин, а потом в МКБ. Причем, чаще всего даже из того, что я наблюдала первым слотом же. То есть, как бы там не сладовалась ситуация, минутик 30-й даже бывает, но это МКБ вытащит себе. Единственный марш-факт. Ну, герои неприятные для ВР-ки. Вот обычно, когда эскейпа нет, она хорошо себя чувствует. Шейкл, фокус-файр, даже если Шейкл не попало, кого-то можно убить на Вендране. Но здесь Вейспирит уходит, Шторм уходит, Миран уходит, Лайстилер нажимает на Инфест. Единственный герой, кого хорошо прожимает ВР-ка, это КЦ. Да, и тут Соберлайт, видимо, уже, кажется, фитонул. Все. Да. Все, как и говорилось. Доба КБ Мейдонка легко разваливает Баунти Хантера. Ну, вот она тут решила пока что без Аура качаться. Для нее это, как правило, чревато, очень дорогие у нее заклинания. И даже с первой Аурой ты слишком долго будешь ставить какие-нибудь ману, чтобы что-то покастовать. Поэтому нужно много мана Регена закупать. У нее только один мангус, которого толком ни на что не хватает. Ну, это был Луин. Вот она сейчас ФБ-щику забрала, может принести себе 2-3 мангус, чтобы опять была мана, потому что если она будет размениваться с Верочкой, то, естественно, Верочка будет в плюсе. Так что мангусики или что угодно надо внести, у нее очень много денег. Ну, она несет уже себе, я думаю, что это именно манна Реген. Пока находится в ЦМ. Ну, вот теперь я уже вкачала себе и Ауру тоже. Ну, и будет, скорее всего, даже ее подмакшивать, учитывая то, что у нее тут с тиммейтами творится на других линиях. Нужно это делать. Ну и что? Пока брони у нее тут ничего толком не изменилось. Чуть-чуть полосхитом обошел своего соперника. Ну, Морф сейчас будет догоняться в ночных крифах. Шторм вообще молодец. Видно, что он подпушивает Леню. У него есть опыт против Морфа. Специально пушит Рементами. Понимаю, что... Ну, про то, может, Рементам очень сложно. Там все работает от пассивки Верлоу. То есть здесь, ну ладно. Серьезно? Соберлайд, возможно, да. Тут у него слишком большие проблемы, но замедление закончилось, и все, он смог уйти. Но был в шаге от смерти, буквально тычки мне не хватало. Так вот, и из-за того, что Лене пушится, Морф подвышка не позволяет Морфу добивать. За счет чего Морфа проблемы с крипстатом. Но главное, что вот будет вот здесь. То есть, если Баунти Хантер не возьмет по-быстрому шестой левел Фейзы, ему будет очень трудно темповать и кого-либо убивать. Здесь видно, что у Лестелера Фейзики будут довольно-таки быстрые. И на фейзах Баунти Хантер рано или плавно заканчивается, с ним разменялся. Да, самое главное, не нафидеть скиттера еще сейчас, потому что он тоже рад был бы лишнему бусту здесь. Но пока ничего не происходит, кроме стычки на Рунке, которую проигрывает Морф, брони отдавая ему 238 золота. Но Рунка заспамнилась наверху. Ну, Морф зря подошел, Морф зря улынил. Если подходит Шторму, естественно, Шторму убьет, ему надо просто терпеть. Здесь Шторма есть определенные преимущества, особенно в ближнем бою, если Морф сам лезет на ремонты. Верочка? Верочка не знает, чем заняться. Она возвращается в сложную линию. Да, здесь вот видно, что она не особо пробивает Лестелера, потому что у того большой ХП Реген, еще пассивочка он постоянно регенится, да и Баунти Хантер не очень хороший Айсистер. Здесь можно просто смириться с тем, что у Баунти Хантера будет мало, а у Лестелера будет много. Вообще интересно то, что Фата Стики решил купить, они тут заклинаниями как-то и не спамят, даже вот Сиберлайт, он ничем не кидается. Венджа не добила, яй-яй. О, Паньки привязал просто, чтобы, видимо, на Сиберлайт и не напали Эра. И сам Эра точно спасется, у него Вендран всегда есть, поэтому на него можно рассчитывать. Так, ну и что теперь у нас? Суприм, который немного так вот подслил на Меду, сейчас брони уже шестым, и он шестым может по какую-то удачную рунку пойти и убивать на шестой, например, пойти, может и Морфа еще раз прикончить. Но пока видим то, что у Миши проблемы есть некоторые, он пытался рунку в баунти ввести и поплатился за это. Сверху, кстати, мы давно не смотрели, но здесь у МК не должно быть проблем. Все-таки МК против Вольт Спирита, Миличник бьет героя, Миран, естественно, не может его напрячь, потому что Энчандрос принимает весь удар на себя, и здесь у МК тоже все будет очень-очень хорошо. Но пока да, шоколадно у него, второй Нетверс на карте, совсем не отстает от Лайвстилера и даже чуть-чуть его перегоняет. ФК фармит и мешать ему противники пока что никак не в состоянии, а вообще ему тут трудно будет умереть, у него перекачка уже на третий уровень вкачана. Ну и да, видим то, что с брони он разменялся даже как-то в плюс у брони, ресурсы кончаются. А Суприм сейчас может по-быстрому адрогениться. Пластику нужно иметь запасную силу. Ну да, он тут как-то пока на бутылке пытается жить. Ну и вот будут теперь уже по разные стороны баррикад работать. Кому повезет с рункой, увидим. И повезло брони. Броне забирать себя хосту. А вот это сразу же мотив сделать фрак. Тут Эра подошел эту рунку зачекать и закончилось это его смертью. И брони эту хосту при этом не активировал, то есть он еще может пойти куда-нибудь прыгануть. Ну Мейденку пока нормально заходит. Мидиар бафается. Ребятки сложные тоже манозависимые. И ману будет весьма полезно. На линии видно, что Мейденку не душит, и она уже активно напрягает Баунти Хантера. Это супер-крутой, супер-редкий момент, когда ЦМК выигрывает легкую линию со своим кором. И при этом еще ребятки доминируют на других. Ну вот видим то, что она еще и спамит заклинаниями. И теперь уже со вторым левелом Ауры это гораздо приятнее сделать. Ты можешь практически без перерыва спамить. И вот получается Берлайт периодически магдэмэдж. Постоянно в напряжении. Регена лично у него нет. Только рейндроп, который сейчас уже тратится потихоньку на такие вот, ну как показалось, ничтожные с пылой, как то, что выдает съемка на данный момент. И попытка напасть через хосту на Чарли. И она будет удачной. Его здесь должны забирать. Шансов спасти нет. У него ни на стакана пассивка. Отхилиться никак не получится. И, соответственно, смерть для него здесь будет быстрее. Все. Эмоции хорошо двигаются. Мне нравится то, что делает шоу. Все курьеры подрезали. Там стипы, грежены были. Да, ему сложно убить Марфа. Он просто бегает и душит на других линиях. Очевидно, что МК это вообще цельный мир один. Потому что герой супер зависимый от вещей. Чем больше вещей там, тем круче. Особенно в его случае это касается, потому что не слишком большие модификаторы. И его нужно валить вообще всей командой. То есть даже на самом деле, возможно, когда Лайстер попит фойзы, Мейденка может сделать ТП снизу, наверх и тоже угадать МК через комбинацию СПА. Ну, там хорошие герои стоят против этого МК, которые прыгают, бегают. Что 33-е, что вот Мирана. Они не попадаются под то, что Миша могут сделать вместе с МК. У них очень много дэмэджа суммарно, но контроля маловато. Только Бангл Страйк. И за этот Бангл Страйк никого не зацепишь, не пробьешь. Хотя вот если пассивку на стакать, если там как-то с импетусами поработать, то это могло быть просто миллиард дэмэджа и куча фрагов. Ну, а герой они те против. И Баунти не выдерживает. У него нет ХП Регена. И Транквилл Тапки не очень хочется брать на линии против... Ну, если он тройка. Хотя вот тут Ластер, конечно же, далеко сбежал. Наглость его второе имя. Но он надеялся, что это будет как-то сейчас немного попроще его зацепить. Но все-таки получается, получается Эру зацепить. Вылезать не стал. И Баунти Хантер уже и вовсе на базу ушел испуганный. Ну, все равно ХП он потерял достаточно. Да, тут и вышку можно потихоньку грызть уже. И даже сожрать ее, потому что дефть приходить некому. Все остальные заняты. Им нужно самим фармить, им не ДТ-1 на боте. Тут ничего нового. Мор стоит, Шторм стоит. Скримбан вообще ни одной руны не законтролил. Повара все время их забирал именно брони. И сейчас вот последнюю на восьмой минуте он взял Инвиз. И снова с Инвизом пошел убивать. И он видит битую ВР-чку. ВР-чка не догадывается. Хотя вот у нее Сентря есть, может быть она на Сентрях Торма уйдет. И Штом аккуратненько обойдет эту Сентрях. Да, по низу, по низу. И ВР-чка уже должна падать. В принципе, можно и Баунти Хантер забрать через Вортекс. Да, можно и скорее всего Баунти Хантер будет той цели. Правда, здесь тоже Сентрях есть. И Собирай спалил. Да, да, да. Ну, вторую Сентрях он точно не ожидал. Неожиданность. Ну, понял, там сразу брони. То, что раз Баунти Хантер отошел, значит он уже оказался здесь рассекречен. И решил больше не пытаться. Милым тем временем стрелами развлекает Суприм. И Суприм не особо-то обиделся. Но придется ему опять идти в лес фармить. Манки Кинг решил сразу начинать с Аганима. Такой китайский больше билд получается. Но у него Аганим довольно сильный. И самое главное, актуальности в течение игры не теряет. И эти макаки, которые там спавнятся, они всегда будут доставлять мне удовольствие. А тем временем нападение... А, нет. Сейчас интересный момент, что 33-го оставили одного на сложной линии. Это не к добру, потому что МК очень медленно фармит лес у МК. Нет ни одной хорошей обилки, которая прям сочно бьет лес. Вообще ни одной. Ну, он может, конечно, с деревьев прыгать, но у него пока деревья вкачаны в двоечку. И бандл страйк на двоечку, он тоже не имеет особого эффекта, потому что палку негде зарядить. В итоге МК фармит лес, и Войспирит получает абсолютнейший прифарм на сложную. Так, стрела полетела, попадает на пол лица, еще и ХП сняла. Так что скитеру здесь проблем должно было быть добить, если бы была просветка. Да, так бывает. Инвиз, как всегда, не уизу, вместо лет. Ну, то Бунтосик, Бунтосики пошли забирать. Вообще интересно, я так задумался над этим Аганимом. Как-то обычно привыкли люди собирать первым делом какой-то вот именно модификатор. То есть либо Сабу, либо там, может, Дизоль даже. А тут вот именно Аганим сразу. Ведь Макакиниш тоже модификатор. Мне не нравится, мне не нравится, да, то, что здесь конкретно... Но его можно собрать просто не первым слотом, а вторым, третьим? Ну, фармит лес, посмотрим, к чему это приведет. Ну, посмотрим, да. Пока я вижу, что Баунтихантер пытается сделать в этой игре хоть что-то. Он думает, блин, а как мне кого-то убить? И это действительно хороший вопрос. А как ему кого-то убить? В миде Морф он фармит. МК он фармит, и нескоро он пойдет убивать. НЧА, который не имеет хорошего дизайна. Ой, Суприм. Как-то у него здесь, конечно, была опасная ситуация. Но Миша за спиной, в случае чего, он бы в обиду не дал. И, видимо, на него и рассчитывал Суприм, когда так вот далеко шел на броню. Да, то есть, если посчитать, единственный нюк с Баунтихантером, это пауэршот ВРК и все. Это два единственных нюка. Пауэршот и ТОС. Ну, вот если Тюрикен ТОС максит еще при этом, а он его не максит, он пришел другим. Баунтихантеру пока сочувствую, ему нужно где-то сорвать чек. Он щипачил, тут деньги потихонечку так крадет, и все. Сколько там, я уже не помню даже, я помню, что он какие-то сущие копейки на первых лавлахтах. Да, на четвертом левеле самое большое количество, но здесь проблема в том, что он стоит против Лайсилера, и он по КД. ОПН ВАУНС, КУБИК и ИНОВА. Из-за этого он как бы деньги ворует, но слишком много по лицу получает, и ему приходится деньги тратить на хопереган. Короче, пока что-то в одну калитку, на мой взгляд, от МатГоллимс. Я понимаю, что он не по ФЛАЙС. Да, он же надо суммарно накрал, даже на тапок не накрал. Да, да, да. То есть, вообще, Баунтихантер не очень любит, я бы сказал, даже дабл линии, потому что седьмой левел нужно получать нереально быстро. Реализовывал Зай, когда он стоял конкретно один на один. Там был супербыстрый седьмой левел, и дальше он просто бегал, собирал деньги. Но здесь как-то вынудить, стоять один на один было бы трудно, то есть нельзя было стянуть треплу у МатГоллимсов никак. Поэтому дабл линии, я бы сказал, слегка под контролем. Да, хорошо, привязал, ВРК, и сейчас Милана подбили, и он упрыгивает, все. А тут Новый Год оценки, под который подставился снова именно Северлайт, уважаемый, и отправляется в таверну. И вот, пожалуйста, идеальная связка, хороший пауэршот, врывается баунти-хантер, и они не смогли убить никого. При этом, если вот посчитать нюки от Мейденки и ЦМ, там получается Старшторм, хорошая особенность, двойной упроковый, Стрела, Нова и Кубик. Это уже раз в два больше урона, чем вот есть у Нипов. Да, Нова это очень опасная штука, особенно по началу в такие моменты. И снова попытка именно Марфа забрать, правда, тут с Вортексом немного не затаймили, и промахнулась Мирана стрелой. Если бы попало, были бы шансы, а так решили закусить ВРК, и тогда уж напоследок. Падает две звездочки, но все равно не хватает урона, но решил добить, чтобы уж наверняка броня полетела аж под Т2 тавер. И с маной остался, он должен выходить отсюда даже обратно, и проблем быть не должно. Но Чарли побежал через всю карту, чтобы его догнать. Делом чести, видимо, это с вами решил сделать, но... Но палка не заряжена. Но у него все равно палка не заряжена, так что-то и есть. Ну и вот, пожалуйста, Шторм может всю игру вот так прыгать. Сейчас он вот имеет Сайленс, и мы вообще выделили какую-то Бладстоун взять, потому что игра пошла, фраги есть, фрагов будет. Фрагов будет много, его контролить почти нечем, и он может просто соляно убегать и вырезать героев по одному. Там еще интересно то, что не дефолтный такой билд вышел по скиллам у Манки Кинга, из-за того, что ему не об кого бить палку и заряжать ее. Он даже ее не стал максить. Он начал качать три дэнс и хоть как-то подфармливать лес. Инча как бы довольна, она говорит, окей, я пофармлю легкую линию, Инчантрас уже на пятой позиции, она потихонечку догоняет Баунти Хантера. Кстати, стрелу получила. Но Инча с деньгами это тоже опасная штука, и Миша видит то, что сейчас пытается ее зацепить, но не получается ее забрать так просто. И Антачи был и работает, и Нейчера Тенденс. Дарья, вы же знаете, чего опасается Инча больше всего? Да, до нее допрыгивать здесь все в этом проблемы есть. Ну и плюс то, что Импетус не перебивает рейши, это была проблема. И еще она опасается Саленсов. И вот когда Витспирит собирает Аганим, напрыгивает и дает раз, третий спелл вешает Саленс, потом два, третий спелл вешает Саленс, Инчантрас не бьет Импетусами. Но я думаю, что даже при таких условиях, то, что все в нее будет залетать, она будет чуть-чуть полезнее, чем Баунти Хантер в этой игре. Ну вот, да, пока он просто не вписывается. Что-то все недолюбливают Баунти Хантера. Я помню, что он был какой-то всегда один из стартовых персонажей для обучения или что-то типа того. Первый герой, который всегда был на слуху раньше у всех, а теперь... Ну не знаю, тройка, наверное, для него это многовато. Если бы он на четверку было поставить, то... Но там есть такой момент, что вот он на четверке, представь, он без айтемов, вот как он будет делать тычки в драке? Ну вот раньше он вывозил за счет того, что треки на всех развешивал. Сейчас трек работает по-другому, это уже так не помогает, да. И в целом, наверное, это вот то самое изменение, которое сделал его настолько бесполезно в Досе. Ну, я бы сказал, что вообще в целом любая механика сноубола, она мертвая. Потому что если команда убивает, то как бы они выигрывают и так. А если механика героя заточена на том, что ему нужно убивать, и тогда он будет иметь еще больше, то она мертвая, потому что у него нет обилок, чтобы он кого-то убивал. У него есть обилка, что он получит больше за убийство. Но конкретно трек ему в убийстве дает крайне мало такого полезного. Ну, раньше качались как-то там Тос, Джинадо, и нормально так было. Ну, это мало. Ну, Джинадо, опять же, может очковать, но ему не дадут бить. Так, вроде как зацепили, конечно, брони, но один стан. Это смешно, то, что они делают. Я не понимаю, зачем они вообще пытаются вот так вот напасть на Шторма. Нападение Тверной Ичуи, ее начинает пробивать, Нейчура Тенденса, она снова успела прожать, поэтому живет нормально, отходит назад, добивает, то есть все-таки последняя заряженная тычка брони, врывается в 33-й, начинает избивать Марфа, и опять Новый Год оценки. Его в этот раз остановили, ну, хотя бы как-то получилось сделать, но погибает снова Соберлайт, который решил подойти и треки развесить. Ну, то есть вот то, что они делают, это смешно, они не могут математически убить Шторма никак, и они стараются всей толпой на него напасть, показывают свои позиции, скрывается Баунти Хантер и его убивают. 10-0 счета, 8 тысяч преимуществ, я как-то даже не обратила, но максимально в сухую сейчас. Конечно, если всю игру Шторм его теперь будет на передовой, то они будут светить, показывать героев, кого-то убивать и вовремя уходить. Цемочка будет в безопасности. Пока цемочка как пик заходит шикарно, она здесь просто разваливает тем, что дает много-много маны. Да, это факт. Цемка в этом плане всегда была хороша. Шторм Спирит там уже тысяч лет, как Сайленс себя оформил, и собирается выходить в Бласт-тоун. Учитывая все мясо в этой драке, совершенно нет смысла им пренебрегать и даже откладывать его на более поздний слот. Все равно не умирает и не убивается. Мишу убили, 11-й фраг в копилку команды Монт Голлимс, и Фата имеет шанс фидануть сейчас, в беспрецедентный случай, первый фраг для команды Найпи в этой карте. Размочили, хорошо. О, цемочка далеко ушла. Все говорили, цемка будет умирать, это нам, ну, ожидания оправдались. Так, ну что, теперь у нас вот Манки Кинга как раз подзаработал. Кстати, как там у Агонимчика-то поживает, пресловутый? Далее, вы знаете, я думаю, ну, тут уже дело не в сценке, а в пятерке. В пятерке будут умирать, давайте. Ну, у Нипов получается команда с пяти пятерок, когда сейчас. Не, там по-любому, кто-то не умер. Есть такие? Или все умерли? Время этому господину, кто не умер. Не знаю, у меня такое ощущение, Марфа убивали Манки Кинга, вот МК разве что мог не умирать, я не помню от него смертель. Ну, видишь, на кого-то можно положиться в команде. Вот я очень хотела бы посмотреть на Манки Кинга, как у него там Агоним умерли. Как у него дела? Как он вообще поживает? Надеюсь, он передумал просто. Не разок умерли, все умерли по одному. А пятерки будут умирать больше всех, давай так. Ну что, и тут у нас МК, ну, почти уже Агоним. Продолжает бить лес, собирая Агоним. Это, опять же, очень странно. В этом случае молнии лучше смотрятся, там, сабли, да что угодно, черт возьми, что разгоняет его, потому что как же он медленно бьет. Просто проблема в том, что Агоним прямо сейчас ему ничего не даст. У него нет такого ДПСа с руки, чтобы прямо вот эти макаки, которые спавнятся, ему что-то давали такое существенное. И пока не получается просто. Еще большая проблема в контроле. То есть рано или поздно от этого МК понадобится какой-то башер, что ли. Эбисол. И шторма. Притыкаем. Эбисол это очень перспективно. К этому моменту, мне кажется, уже трижды трон снесут, а вот башер это хотя бы что-то реалистичное. Ну вот, пока он тут уже остался в одном куске от Агонима, будем преданно ждать, когда он наконец-то доберется до этого артефакта. Но тут, видимо, то, что решили пойти вар достать, я так понимаю, поэтому цемка так далеко пошла и брони, и прикрывая в случае чего и заодно ВР-чку приберет, которая оказалась явно не к месту под Т2-вышкой. Вообще в спейсе никакого не дают, нигде не чувствую себя безопасности, не пышь, чтобы пофармить. Опа, анча, здравствуй. Сталин с этому господину нет? Или в Марфа пойдет? Так, на Клифе застрял и слезает, чтобы инфест выдать именно в Мишу. Инфест тут хорошо сработал, пробивать пытаются Мишу, но, к сожалению, атак спид-то слишком режется для скитера, он ничего не может с этим поделать. Ну, мы ждем Шторма. Вообще, я думаю, что Лос-Леру можно как бы не торопиться с гангами, он может еще слегка подфармить хотя бы один слот. И в целом, в спейсе со Штормом могут вдвоем бить всю команду, если те будут подставляться, поэтому Лос-Леру слегка бы подфармить, вот самую малость, чтобы он хорошо бил товара. Видно, что он собирает Кирасу, решение противовышек отличное. Ну да, то есть они хотят в фаст-пуш пойти, видимо, поэтому такую Кирасу сразу первым же предметом, считай, полуторным решили собирать после армлета. Даже не дезолятор. Ну, хотя, может, после Кирасы будет дезолятор собирать, то есть уже как-то больше для себя они дадут других людей работать. Так, барабан от Сэмочки, если уже кому стучать. Кай снизу, и Шторм уже выехал в его сторону, поэтому ему как-то желательно валить. Он сейчас может пожадничать из-за этого Крипчика, но стрела... О, была близкая. Прямо мимо ворот. И курицу бросила. Оп, хорошо. Так, далеко пошел, далеко пошел парень, явно на Миране, его наказали за это. Вот он, Тракина. Все накидали ему сразу два типов. Все, в два раза больше врага. Спасибо за фит. Баунтиханта радуется, все, ему есть чем заняться. Ну, ассистик есть, можно и поесть. Он тут... Получилось на такой наглости сыграть от Миши, то, что он мог совершенно не прыгать этим курьером не умирать, а тут уже просвет пошел по Сайберлайту, откидывает Тоса, они скачут, но пока видим то, что проблемные моменты у Чарли настали. Он в Саленсе, он без ХП, он сейчас умрет от 33-го, и 33-го действительно забирает, Суприм дальше убирает в пату. И это единственный размен, который... О, вот это он серьезно, броню, ее разобрали, как-то он так там влетел-то. Да, их мало, их мало. Вот конкретно 5... Сука, 5 они не в 4 дрались, а 5-3, это такая себе затея, если уже драться стенку на стенку, надо заделать. Все равно словил. И если его убьют еще при этом, да? Вратарь. Ага. Гениальный вратарь пока что получился. Поставил ремнант, там у нас Суприм, который перевоплотился в обличье, в Войтспиритом. И сбивает еще и Войтспирит, а у него ман закончился. Здравствуйте. Вот это как раз тот момент, когда умерла ЦМка, не давала какое-то время ману, и она просто кончилась у 33-го. Она зареспавнилась только вот-вот. Осуждаем. Инвест. Цемочка пошла. Центрю поставили. Мало манны. Очень мало манны. Пата. Отличный Новый год. От нее нова работает замечательно. Эра пытается выбраться хоть как-то, но слишком сильное замедление. И дальше Миша будет умирать. На нем спирит Весел висит. Его, я думаю, Кусь последний скитер должен делать. Да, и нашелся Суприм, который здесь все это время сидел, как бы прикидывался деревцом, но никто не поверил, стали его искать, и, конечно же, вчетвером должны будут убить. Возможно, с некоторыми задержками. По времени. Ну что ж, размен получился теперь же, понятное дело, в пользу команды Матголемс. Они ответили за свои смерть исполна. Ну, ошиблись одни в Террееморс сначала, точнее, Шторм сначала ошибся, потому что у него закончилась мана. Ох, 16 на 6. А он захотел пойти дальше. Это, естественно, было критическое. Он подарил очень важный трекел. Ну, а дальше, зачем-то уже не поясняю, поверили и пошли дальше. Хотя там было видно, что ребята просто рессаются очень быстро. Так, АГМ есть у МК, и что дальше? Манта? 20 минут. 20 минут он так долго его собирал просто. И он лес не бьет. Если он не бьет лес, то... Вот раньше, когда на Манкикингах четверках играли, такой же геймплей был. Сидишь по деревьям, смотришь далеко. А это корт. А это корт, да. И вот в этом некоторые проблемы есть сейчас. Ну что, этот корт сейчас 33-го увидит. Ничего не сделает. Информация есть, получена, обработана, вот что с ней делать не очень ясно. Он дальше будет прыгать. Да, он сейчас будет эту пачку, скорее всего, фармить, спуститься за ней, но он невероятно много времени потерял, ожидая ее. Столько фарма в лесу пропадает, вот если глянуть в лес Дайр, там столько кемпов, которые не фармятся. И вот все это время МК мог спокойно бить лес. А потом дождаться, когда пипчики придут к нему подвыщику и забрать. В общем, очень мало. Да, тем больше, что некому было стянуть своему помочь, в случае, если бы даже он там какую-то вариацию на фраг нашел бы. Саберлайт снова нашли по центру и фата. Хайролл такой получился, можно его разговаривать по-быстрому. 33-й влетает, очень много урона и погибать должен Саберлайт, вместе с ним еще и Морф прикуску полетел, аэра будет следующим. И ЦМка напоследок решила тоже раскастоваться, ее Чарли забирает. Под двухком командам очень больно получил и брони, и вот как раз-таки он там один дэмэш вносил. Вообще, по нулям все остальные, просто ноль. Ноль дэмэджа Морф, ноль дэмэджа Саберлайт. Да. Два кора взрослите. Ну, что поделать. Баунтихантер без Бакимбара, вот помню, я тебе говорил про золотую эпоху Баунтихантера, обычно она стоит тогда, когда она покупает БКБ, она, видимо, она стоит супер поздно. Мне самому интересно, что он фармит, потому что очевидно, что без БКБ, вот он купит Владмир, он все равно в драке, скорее всего, не сделает ни одного удара, если Матголем сделает все правильно и просто умрет за Раскаст. Господи, там 19 на 7 по Буунтосам и 6 аж в 10 минуту вытащили себе ребята из Матголемс, накопали просто там еще кучу помимо того, что все законтролили. И что, Лайфстиллер, видим, берет с себя Егис, у него уже готовы есть Кираса, поэтому можно пройтись по Т2 вышкам спокойно, но он хочет башар, он хочет и драться, и сбивать. И буду страдать и Морф с такой ранней Кирасой, и Макака, Качи, которые получат очень много минус армора, который будет для них фатальным. Ну вот, будем смотреть, чем ответят. Там у Морфа, скорее всего, манта какая-то варится, судя, да, у него уже сварилось, он будет делать с Кадди, совершенно никаких агрессий. Здесь некому бить под Астрал из Эрел Блейда, поэтому, скорее всего, он и отказался от него по этой причине, не хочет поставлять Чарли в какой-то ненужный момент этим Эзерелом. МК продолжает свои похождения. Но теперь уже Собирлайт в компании есть и он нашли. О, вот из деревца-то его сняли, подрезали крылышки, начинают избивать огневные макаки. Тут хорошо привязка пошла от Эры, но, ясное дело, 33-го этому будет мало, чтобы его законтролить. Инфест пошел в 33-го, и теперь, скорее всего, на развороте они попытаются навязать драку, но Чарли не нашелся с ремнанта в рандомное дерево, он просто кинул. Но все остальные разлетелись. Собирлайт опаньки. Вратарь просто от бога! Как он словил эту стрелу, я не знаю, это было невозможно, но он справился с этим. Ну, ясное дело, его рассекретили и нашли. Вот реально, мне кажется, у них было один к тысяче шанс попасть наугад стрелой в фиг знает где находящегося у себя антихантера. Ну, это прикольно, это мощно. Хорошая Мирана, хорошая. Киска отрабатывает. В общем, что делать на MP? На MP вообще непонятно. Они вот... То есть они не могут фармить. Видно, что с ними происходит. Они выходят, что он закатывает абсолютно любого. При этом, с другой стороны, еще и МФС-бомба свой спирит. И очень многие герои тоже ничего не успевают сделать. И в результате они дают Мэтт Голем себя перефармивать. Это, естественно, не есть хорошо, потому что там будет Аегис, потом Аегис Сыр, потом Аегис Сыр Рефрэшер. Им желательно сделать хотя бы одно командное действие и постараться в смоке выйти и убить хотя бы одну цель по трекам. Хотя бы одну, пожалуйста. Да. И с трека получат золото БХ, которого перефармила четверка Мирана. Да, но они получат очень много золота. там дичащий перефарм. Да, они там что-то золото с одного с трека сняли с брони. А тут пока у нас просто инча погибла. Ну что ж, Тросперед сам решил через Аганимчик работать именно на контроль, чтобы больше людей пугать им. Ну и Скитр пошел, тут явно нет той дороги. Он оторвался от своей команды, его и забьют до того, как он успеет что-то нажать. Это командный мув. Молодцы, Так же, как команд закончился, теперь уйти. Супрема не уйдет такое ощущение. Соберлайт не знает, помочь ему или не помочь. Крузится рядом, моральную поддержку оказывает. Точек кинул один, и все. Супрем, кстати, ушел. Это хорошо. Ну ладно, успел с Баунг-Смандром. Вот что-то такое нужно делать. Ну нельзя просто так сидеть. То есть, понятно, что в Лейте они сильнее, но при условии что на Троссераме. Ну Скитр-1 решил пойти на вражескую тройку. Здесь такие моменты, если их ждать, то... Наказывать, да. Да, скорее всего больше они могут так и не дождаться. Ставить вардики, фармить свой треугольничек, принимать любого, кто ошибется, потому что все-таки Матголемс это не суперсильная команда, это не Сикрет, и периодически не загуливает, поэтому их нужно ловить. Здесь они аналог Сикрет пока что. Но видим то, что у нас Манки Кинга забирают, где-то 33-й его внизу нашел на сплитпуше, и видим то, что МК опять допрыгался по деревьям. Скорее не пычает аналог в этой игре. Так, ну что, и видим то, что Миша попался по стрелу там еще, поэтому у Си шансов не было. Хотелось бы посмотреть, что там вообще Манки Кинг фармил, он довольно много времени с тех пор провел, он делает манта стайл. Лишним не будет, хотя бы салин снять. Вот хотелось бы сначала Манту, наверное, даже видеть, а не до него тогда уже. Ладно, Агонимчику он с Агонимом уже пару раз пофраговал, так что к нему претензий а все-таки нет. Скитер как по маслу этот тавр разрывается своей кирасой, и он просто мгновенно упал, и неважно, есть там Айгис, нет Айгису, и так уж нормально. Слышка снизу. Да, вот мы видим, что он просто ли закончился. Он как бы и так неважно фармил. Он такой не фармил, когда был, да? А теперь он даже лес не фармил. Теперь он еще на елке сидит. Я вспоминаю те самые, тех самых Манки Кингах, когда вот их тоже поддушивают. Какой вариант? Они обычно садятся на дерево, прыгают с дерева, сразу же обратно запрыгивают на дерево, кидают палку и убегают по елочкам. И это работает хорошо, если нет у противника какого-то шторма, который может моментально влететь и сбить мука с дерева. Да, так, у нас тут видим то, что Милан прожимает инвиз, на него напали, и вот тут решили импетус уметь сбить, но Миша рассказывает, что это тоже неправильный поступок был, сейчас будут его убивать, и все, продали пятерку пока что. У нас НИПы практически под своей базой. И еще один такой фраг, и они смогут на этот 3 зайти. Мейденка-то дает шар. Она когда-нибудь сама БКБ щеку соберет? Она, наверное, БКБ щеку соберет раньше, чем Баунти Хантер, если он вообще ее соберет. Ну, у них почти на равный Нетверс разница в 500 золота, поэтому вполне можно пустить. Да, если она соберет Бакинг Барр, нажмет ультимейт третьего левела, то она там полкоманды может закопать, потому что Башера пока у НИП не предвидится. Да, я думаю, что можно даже Глимер собрать, потому что просветку далеко не всегда с собой будут таскать. БКБ сбить не могут. Ну, Каучин легко сбивать палочкой, но я все-таки надеюсь, что рано или поздно Башер появится в Манки Кинга и тогда будут сейчас БКБ сбивать. Но до этого надо дожить. У него с формой тоже уже пошло все по наклонной. И видим то, что нашли опять в очередной раз Манки Кинга, броней полетел его избивать и вместе с 33-м они без проблем с ним справятся. Ну, это вот что он против МК, если шторм МК заметил, вообще без шансов. Он влетел и убил. Учитывая, что МК без золотов, у него столько 9, 10-тичный тур, с штормом 15. Он медленно, но верно приближается к МК четверке. Жалко видеть такого Манки Кинга, учитывая то, сколько времени его игнорировали в пиках. Вот есть очень разные обезьяны, есть большие гориллы какие-нибудь, а есть фармозетки минимально в таком размере обезьяночки. Мне кажется, что в этой игре именно такую мы наблюдаем, потому что это просто, я не знаю, он пофармил что-то на линии и с тех пор, по сути, от него каких-то хайлайтов-то и не было. Один удачный буклон команд около Рошана и все. У них два жадных фермера. Это Морф и МК. Оба хотят фармить, а у противника один хороший ассасин. Они как бы платят за свою жадность, потому что они и так в Лейте чувствовали себя нормально с Морфом, который и шторма и Ластера побьет. Так, Суприм врывается на него с Инфеста, но Инфест бомба плюс дэмэджи от брони не хватило, чтобы его прям запретить сразу. На реакции сыграл. А они еще взяли себе МК сверху, усилив лейт, но при этом они вообще отдали мидгейм полностью. Но это хорошо работало вчера, например, у Викингов, они даже в итоге игру выиграли. Когда против них была фаст пуш стратегия с Лондруидом, они развалили именно с сильным лейтом, которого не было у команды противника. И здесь тоже один лайфстилер против таких персонажей, которые если как-то будут отъедаться, то они лайфстилера убьют. Это ты говоришь про игру, где было с Шаду Финт и Фастли Сойт? Да-да-да, которая длилась еще десятку сбила. Да, там был один момент, что все-таки воет, он даже без айтему вставит в хроносферу и команда может что-то сделать, а здесь хроносферы нет. А это такое супер ультимативное оружие. это с миру по нитке кого-нибудь убивает периодически. Да-да-да. Если вы браете, например, Шаду Финда, то он дает трекайлайт уже очень много урон и сверху еще может закинуть ультимейт в эту хроносферу, поэтому вот эти два героя, даже если у них нет большое количество айтемов, один хроносферой может выиграть замес, второй. Ну тут Чарли тоже один в Укун Каман поставил, уже через пассивку, которая дается ему с Аганима, тоже очень даже неплохо. но у него проблема с тем, что его закрывает Шторм и вторая проблема, что в принципе герой убегает в некоторых моментах, он поставил арену, Шторм улетел, спирт прыгнул во вторую, Миран нажал на лит. Это его проблема. Сам герой не приспособлен для того, чтобы бороться против мобильного драфта. Ну или может быть он приспособлен, если бы у него в команде была там, не знаю, Энигма какая-нибудь, Тайтхантер, да что угодно, что может поддержать героев на месте. А у него в команде четыре героя, единственное, что держит, это Шейклшот в Эрке. А ей еще нужно попасть. Кстати, Эрочку я хотел покритиковать. Она прятилась в такую булочку мягенькую. Она тут собирает такие артефакты, да, ни на укрепление себя, ни на дэмэдж, и получилось у нее что-то. Ну просто блинг, все, у него ничего нет. Это вот интовыми четверками не очень хочется играть, когда у противника Шторм, поскольку Сайленс, и все. В этот момент мечтаешь о четверке Тинни, которая в два раза плотнее, или о Эрспирите, которая тоже в два раза плотнее. Они хотя бы его танковывают. Ну что же, будем смотреть Смог, который прожали Нипы. Чем закончится. Комната ожидания на 9 хорошей драки. БКБ себе собрал Лайфстилер, чтобы уж наверняка хватило у него возможности избежать той магии, которая по нему будет настрелять. Там мало магии. Но возможно он именно импетусов боится, которые у него будут летать после окончания рейджа. Я думаю, что только в этом дело. Ну они и так будут летать. Ну в смысле? Чистой урон. Ну через БКБ так приходит. Чистой урон? Ну у них с тех пор, как его убрали с ульты, он перестал. То есть вот как тебе пассивка. Я проверю. Пассивка она не проходит через БКБ теперь, ну точнее как сказать. Пассивка наоборот. Антачи был теперь БКБ не контриться, а вот импетус контриться. Так, ну что ж, смотрим про то, что тут у нас избиение происходит сразу же с милиморфлинга и начинают избивать манки Кинга. Вот и все. Это минус 3. Ну это типа драка была, да. Ну что поделать. Да. Тут просто шторм вспышка уже убивает пленгеров. На фуллману если прыгает. Говорит привет. Бластоны заряжаются. Вообще не памп по-хорошему гуггеймсу это надо. Они вот в этой игре находятся. Они как бы присутствуют, но... А вот вчера как раз файвмены вроде как вылетали, вроде играли последнюю карту на вылет, но при этом они написали гг достаточно рано. То есть когда уже была в принципе такая же ситуация, когда было понятно, что что-то сделать достаточно трудно и решили нанеснуть резину. Несмотря на то, что для них это была последняя игра и торопиться на целом-то некуда. Но здесь возможно просто непы все же верят в Суэйлейд, что рано или поздно когда-нибудь вот эти вот два парня, которые сейчас в таверне сидят накачаются и дадут сдачи всем. Вот посмотрим, получится ли здесь такое аниме камбэк. Ну, обычно они верят только если противник сделать ошибку, но Мэтт Големс конкретно вот на этом венте, они конечно же парой закидывали, было у них пару прецедентов, но обычно они если брали инициативу, они как они просто бегают и постепенно наращивают преимущество. Вот этой команде инициативу отдавать нельзя, потому что они почти любыми героями способны это преимущество удержать, вообще любыми. И видно, что я набегу, это их единственная надежда, вот допустим. Ребята, ошибитесь. Они все делают грамотно, мейденка стоит на центре, отпушивают линию, байтит, даже готова умереть с большей вероятностью. Делают всевозможное, лишь бы штормом и мк вышли с бага. Они не выходят. Сейчас надо бы посидеть на базе конкретно и не высовываться. Тогда Мэтт Голлимс переформят. Ну, когда-то да, но сейчас конкретно. Вот как раз таки с такими персонажами возможно на этом выйдет. Если у них получится отдефать любую атаку, которая выйдет на их хайграунд, тогда они могут сидеть сколько угодно долго и ждать фарма на этих крипах, которые приходят к их хайграунду. Так тоже можно, это тоже опция. Но вот не факт, что они сейчас отдефаются при любой попытке напасть от Мэтт Голлимс, потому что там очень прыгающие персонажи, все их выкурят конкретно из-под таверов и могут там свою драку навязать. Ну, их самая лучшая надежда это арена МК в пятерых. Даже несмотря на то, что айтемов мало, ну, кто-нибудь думает под треком. Там Мэйденка, может быть, Мирана, безлипов останется. Это их единственный такой адекватный шанс. Ну, пока отдефуются, видимо, что Чарли больше денег отдают, но тем временем просто на халяву сносит Матт Голлимс свою вышку на топе. Вот это сейчас какая-то странная ситуация была, то, что не стали как-то стягивать силы, то ли она так быстро развалилась, что даже вот заметить не успели толком, ну, и сделать что-то соответственно. То ли, не знаю даже. Ну, потихонечку работаем. То ли просто решили задолжить драку и отдать сторону в целом, то есть не воевать, уж лучше отдать сторону, чем воевать против Айгис. Возможно, такая опция. Так, Скитер пошел грызть оранжевой барак. Грызет. Действительно отваливается он очень бодренько, уже развалился. Брония. Тем временем Суприм немного прозвлекал. Дальше нападение на НЧС Сайленс, на Манки Кинга напали. Манки Кинга убьют, он не успеет скастовать свою арену. Да, и при этом байбека у него нет. Это самая большая проблема. Что ж, теперь Суприм у нас остался в одиночестве и скоро попытается как-то избить этого Бронию. Кстати, его отлично привязали. Есть шанс его убить, но от Скитера внутри него оказывается и сейчас восстанет из мертвых Бронии и всем расскажет. Но это еще и минус с Бизбайбек и Морфлинг. Они все закупились по максимуму, видимо, перед этим Ластфайтом и даже не собирались удерживать у себя деньги. Ну и что теперь? У нас остается Сиберлайт, который, по сути, ничего уже не сделает против того, что осталось на этой линии Верка, которая выкупается сразу же вместе с НЧО. Но вот они вдвоем попытаются как-то помочь сюда Бирлайпе, но ему уже ничего не поможет. Это триплкил для Бронии, ну и фактически ГГ. Должно быть. Байбеки. Но Байбеки, это НМК. Ну да, Байбеки, это такие персонажи, которые сейчас просто снова умрут и все. Я не знаю, почему им КАРЕНу не поставил. У Бронии миллиард мана он может лететь любого, как он закал пожелает. У него Реген, Дикий, Бладстоун. Да, Реген. Ну то есть он вообще нет. Но они решили отойти. Он же КИК. Решили так аккуратно играть? С Сыра нет, я если нет. Ну вообще они все делают круто. Да, то есть они на Верочку играют? Да, академическая дота все-таки там падешь лазера и чертова знает, что там будет, потому что викинги уже ждут, они поджидают. А здесь хороший шанс завалить на АП, учитывая, что они вот на этом турнире конечно же играют хорошо, но будем объективны, викинги должны добраться до гранд-финала, поэтому сейчас естественно падать вниз никому не хочется и здесь надо до конца максимально осторожно так, ну что, теперь видим то, что у нас уже взял себе Октарин 33, тоже укрепился очень сильно за счет этого и сейчас будет тоже еще быстрее бегать, еще лучше ловить людей и МКБ в эти времена мускитера появилась, но это очень много дамажа в секунду добавляет, дальше будет уже и Греди тебе Супер Башер. Там добрался до Монтостайл это Монки Кинг? Да, он уже Скадис собирает. Скадис, ну пытается все как-то работать против Скитера конкретно своими предметами Скадис у Марфа, Скадис у Чарли, но вот как-то не получается. Я не вижу смысла во втором Скадисе, на самом деле. Зачем второе Скадисе? И в этом проблема, то, что еще и Суприм при этом, как сказать, у него толком-то не получалось уронов дамо же наносить. Мне кажется, что если покажу статистику послематчевую, окажется то, что его, может даже Янча передамажило, потому что частенько он умирает в самом первом файте, не сделав ни одной тычки. Ну, возможно, вот именно поэтому такая опция существует, чтобы Манки Кинг был в случае чего, чтобы если Морфом врет, то Антихилл все равно было. Да, вот показывают. Десять тысяч, ну, не смогла, не смогла. Десять тысяч, они вообще все по-равному так счету идут. И Суприм даже больше всех нанес все равно Смак Прокастер. Интересно то, что ВРК четвертой позиции обгоняет МК по урону. Притом, что у него вообще ничего нет. Ну, МК больше фармил все-таки, а ВРК действительно точка вался. У него вообще ничего нет. То есть, ну, на тычках это, конечно же, хорошо, но это... Ну, возможно, она еще талант вкачала на усиление стрелы. То есть, она стрелу еще там по пол-хп сносит. Так что, ну, набить десять тысяч демеджа, это же не супер много. Это маленькая цифра. Так, ну что, тут у нас Чарли, Чарли, Чарли в этот раз ускользнул. И надо обратно на хайграунд. Ну, шторма сейчас Манат Регеймс, он снова начнет заниматься своими вещами. Будет прикольно, если Монголемс просто доживутся в следующем Рошану и на Эпи ничего не сделают. На месте Эпи нужно сейчас вот просто в пятером куда угодно и ловить любую цель. Это вообще их единственный шанс постараться поймать до Рошана хоть кого-то. Хотя, чё, чё, кого я обманываю? Черт возьми, у них шансов меньше одного процента, но... Шанс всегда есть. По-прежнему, у них не свободные слоты на их персонажах, и они вот хотят их занять. Пока эти все слоты не будут заняты, тогда они не проиграют драку. Видимо, они как они собираются писать. Это здраво, на самом деле. То есть, если они рассчитывают в своем пике до Лейта дожить и в Лейте развалить, то почему бы, собственно, не попытаться поиграть в Лейт, хоть и в ограниченных условиях? Ну, это окей, но Лейт уступает темповому перефарму. То есть, какой бы там Лейт ни был, если закатываются люди на базу, имея по 6 слотов на... Ну, мало ли, вот это как раз в этом проблема, то, что они довольно давно уже не дрались так вот полноценно, и бог его знает, может, там куча урона влетит уже от Суприма, если ему дадут вопить. И тут видим то, что Чарли уже умирает внезапно, у него есть байбэк, а Суприм, по-моему, так и не нафармил на свой байбэк, поэтому ему умирать опасно. С байбэка умирает ИНЧа, и на очень долго будет сидеть в таверне, но вот эта стычка произошла, и толком ничего не произошло. Да, там просто два слота у Морфа, у МК тоже два слота. Да, вот тогда грустно когда у тебя на коре на 40-м минуте два слота. Причем я сказал, что это сильные слоты, это огоньки, Да, тут опять врыв, с байбэка это Чарли погибает, и дальше с Либерлайта можно фокуснуть, но решили на Суприма напасть. Суприм пока что дерется как лев, но его хватит очень ненадолго, он погибает, и это уже Бион Гудлайк трипл килл для Скиттера. Ну, тут ясное дело, как описать, потому что уже не осталось никаких человеческих ресурсов, чтобы что-то дефать. Ультра килл даже. Рампашку не получилось сделать, но, тем не менее, уверенная победа от Матт Големс, игра, которая могла закончиться гораздо раньше, но вот решили немного повернее сыграть у нас ребята из этого стака и обыграть Нипов вот так вот нагло. Это та самая команда, которой нельзя давать темп, потому что она одна из немногих в этом турнире, кто умеет использовать преимущество. Ну, против них вот такая ситуация была, то что ничего не получилось по сути этого БХ, то есть, если говорить с Ламиен Мэй, это очередной тогда уже БХ, у которого ничего не получилось от Нипов, но он, я думаю, уже сам в аналитике расскажет. Казалось бы, да, Мирана была у Матт Големов, а на карте мы не видели пять героев команды Н.А.И.П. Там был только один инвизор и тот. Был ли он вообще на карте? Вопросы риторические, по-моему. Не было никого. Абсолютно. До ФБ еще шансы теплились некие, но когда ЦМка, типа, делает ФБ на Баунти Хантере, и плавно теперь текает счет 8-0 на всех линиях, полный разнос. Фулл фрифарм Лавстилер, фулл фрифарм Шторм. Я видел счет 11-1, и мне казалось, что мы смотрим повтор той игры, где было два фрага всего с командой БХ, но в итоге в восемь. По итогу, да, накидали пару фрагов, но те ребят тоже там не 20-20 сделали, полная жесть какая-то происходила на карте. И самое грустное, что вот они проиграли игру, ну там на 8-й минуте на самом деле, то есть на 9-10-й можно было без РГГ выходить из игры, потому что на самом деле здесь развернуть игру, нужно было просто что-то нереальное сделать. У них, типа, как говорит наш любимый Слост, математически не было шансов прийти и кого-то вот убить. Ну, все сложилось. Ребята из Монголемов решили в пятером не идти, то есть что-то туда, что-то сюда разбежались. И по итогу, из ситуации, да, где ты забираешь одного не сверхполезного героя, теряешь двоих полезных, все превращается вот в это вот. Да, там... То есть еще на пустом месте они все равно дают героев. Каша-малаша, и сейчас еще в этом лесу и Морс просто говорит. Ладно, я остаюсь, парни, я, как говорится, ваш. Ну, они такие, ладно, не проблема. Найдут же его? Найду, да. Да, тут... Спойлер, все трое умрут. Я про то, что да. То есть и в итоге из ситуации, где вы сделали пару фрагов, все, типа, свалите. Ну, нет, кровь, типа, этот... Залила глаза и прямо вот очень хотела сделать еще пару фрагов, за что они были наказаны. Да, и вот она, ЦМ-ка, которая просто дает новую, дает какой-то рассказ, и она уже полезна. А БХ, помимо того, что это был Баунти Хантер, это еще и был кур Баунти Хантер, то есть он не мог совсем стоять в стороне, бегать там за курьерами. Он постоянно хотел вписаться в драку, и его, собственно, и убивали. Именно его. Причем, интересно, стрелой просветили этого морфа, увидели, что он там, увидели, что нет тпшки, и такие, парни, сейчас мы к нему придем по порядочку. Сначала одного, потом второго, и только после этого. Даже если была бы тпшка. Да вообще все равно. Его же там было видно, он в Войт Спирита убивал, и с тех пор никуда не ушел. Я благодаря этой игре узнал только одну новую вещь, это слово мармозетки. Да, это правда. Пополнил свой лексикон. Все остальное, ну даже как ты знаешь, вот немножко, в какой-то момент мне стало стыдно и немножко боязно, что мы сидим в аналитике, и такие вот, появляется Баунти Хантер, и так высокомерно, мол, ну все, это ГГ, Баунти Хантер здесь ничего не выиграет. А что по итогам-то? А по итогам-то Баунти Хантер, собственно, и в эту пучину, в бездну, и вверх не пов. Потому что именно он отдал ФБ и перестал быть оффлейнером в принципе. Он был только кормом для лайфстилера. Он сделал ситуацию таковой, что нижняя линия осталась полностью защищенной, и туда не нужно было приходить. Поэтому Шторм сразу пошел наверх. К сожалению, этих хайлайтов у нас нет, потому что это были не особо хайлайты, это были просто какие-то киллы. Хайлайты начались здесь, но опять же, с точки зрения... Но хайлайты ли это? Да, но с точки зрения уже вот здесь игра уже давно сделана. То есть тут тоже в этой игре не на что было особо смотреть. Такое ощущение, что после драфта и лейнинга Шторм сразу пошел наверх, Шторм там сделал кучу киллов, потом началась ситуация, когда они специально нападали на Морфа, потому что он подставлялся, и типа его не убить, но они переставали бить Морфа, как только подходил кто-то, кто... Ну, как правило, это был Баунти Хантер, опять же. То есть это даже, ну, немного как-то получается неловко, то, что получается вот этот драфт Баунти Хантера, ты сразу говоришь, что, скорее всего, он проиграет эту игру, и он не просто проигрывает драфт с ним, а именно он проигрывает эту игру. Причем в Хламин настолько, что там 0-10 счет, 13-14 лейти. И голоса наши любезные в голове подсказали, что 0 трек киллов было за эту игру. 0 трек киллов было за игру, и при всем при этом, типа его даже там, его же инча, пятая позиция, дела, просто перегонять по Нетверсу. То есть не должно такого быть. В рамках этой игры, возможно, каким-то какой-то опцией было бы, знаешь, изобразить какого-то бестмастера, если я не знаю, там антимаг, купить маску. Я про то, что изобразить, а не взять. Я понял. Взять какую-то маску и просто пойти в лес. Хотя бы поднять левел, то есть, знаешь, типа выйти, потому что на 25 тысячах денег, на слотах, на левеле, он достаточно неплохой герой, который там, типа, стоит, бьет, лайфличит, что-то неприятно. Ну, такой, типа, хороший, толкостной герой. То есть, Патман в слотах тоже достаточно сильный. Вопрос именно в том, как до всего этого дожить. И, типа, здесь, ребят, реально самая главная вот эта вот история из-за того, что они сделали его третьей позиции. Уже просто невозможно представить. Мышь желтая. Вот она у нас на экранах. Очень сильно боится Макака. Ну, у Марфа было все более-менее по игре в плане того, как этот герой смотрелся здесь против этого драфта. Ну, вот третья позиция выпала совсем. И плюс еще Макака, которая в глубоком лейте, может быть, что-то и может. Ну, не то, что может быть, а там Эбисал, куча артов, бандлы Страйк. Это все круто. Но вначале Макака очень сильно боится магии. А тут так много магии. И настолько мобильные герои. МК очень не любят, когда на него могут внезапно напасть и убить. Поэтому, ну, не было фундамента вообще. Один Морф не вытащил. Закономерная победа. Так еще у тебя Шторм без проблем лес ломает. Типа, вот теперь прокатился, оп, здесь, деревян поставил. Собственная ВР-ка снимает тебя с деревян. Типа, по карте двигаться из-за этого не можешь. И вот, если бы не было условного Шторма, на котором, собственно, я и говорил сразу, что для него легкая игра, ну, они могли бы попробовать посплитпушить, ну, как-то, то есть, потянуть карту, набрать денег, хотя бы чего-то, каких-то ресурсов на столетие-то зданий найти. А по итогу, вот, хайлайтеры не попали к нам, потому что, опять же, это были соло-фраги. ВР-ка идет снизу, кинут стрелу, через полкарты Шторм. Убито. Видит Бандли Страйк, сверху с дерева залетает, знаешь, где точка с Вардом стоит на горе. Полетел, убил, то есть, и вот вся игра у него такая, то есть, туда, сюда, туда, сюда. Жалко, нельзя с нулевой Бластон купить, просто посмотреть, сколько зарядов у него было. Да, и впрямь. Ну, что, Матголинс продолжает свое победное шествие по турниру из всех сыгранных игр. Они пока только три карты проиграли, и все идет к тому, что эта серия положения для их соперников не исправит. Смотрим следующую карту после небольшой паузы.